Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Ольга Уралочка Лайф. Мои хорошие, напоминаю вам о том, что у меня появился новый обзорный канал, который называется Галинка Малинка 2 обзоры. Ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях, но вы, конечно же, не забывайте переходить и подписываться. Ну что ж, мои хорошие, мы с вами сегодня будем обсуждать Уралочкин последний стрим. Да, как говорится, не прошло и двух недель, как парочка объявилась в прямом эфире. Кстати, заранее хочу сказать огромное спасибо девушке Юлии, которая мне написала кое-что на электронную почту, а именно, Галя, посмотри обязательно интересный момент, который касается родителей Сафарика. Ребят, когда я этот момент увидела на стриме, сказать, что я была просто в ступоре, это ничего не сказать. В общем, оставим этот момент, конечно же, на десерт. Все самое интересное будет в конце, поэтому советую досмотреть до конца. Ну что ж, ребят, вышли они на стрим, и вы знаете, такое у них было прямо выражение лица. Да, говорит, нас многие, мол, отправили Сафарика в Таджикистан, а он, вот, смотрите, говорит, появился. Ну, слушайте, по большому счету, да, какая к чертовой матери разница? Двумя неделями ранее, двумя неделями позднее, все-таки в десятых числах он отчалит, так скажем, в свои родные пенаты к себе домой. Ну, как сказала Оля Уралочка, ой, всего-то на две недели. Олешка, на твоем месте я не была бы столь уверена. И даже дело не в том, что Сафарик, знаете, захочет там расслабиться и захочет там, так скажем, остаться, возможно, остаться и на подольше, чем две недели. Нет, я уверена в том, что он там с концами, конечно же, не останется, потому что, ну, потому что там его содержать такой тетеньки не найдется. А здесь эта тетенька есть, которая его старше, почти на 20 лет, и благополучно его содержит, все его целиком и полностью устраивает, знаете. Ну, и вот, пожалуйста, появилась возможность, в принципе, съездить, проведать своих, да, слетать, проведать своих родных и близких, своих детей, своих родителей. Почему бы, как говорится, этой возможностью не воспользоваться? Но дело-то в том, что из-за мобилизации, да, из-за всех вот этих вот моментов сейчас действительно очень сильно взлетели билеты в цене. О чем Уралочка и сказала на стриме, поэтому на ее месте я бы не была столь уверена, что он действительно там проведет всего-навсего две недели. Потому что, насколько я поняла, что билеты были куплены только в одну сторону. Кто его знает, может быть, когда он соберется лететь обратно, билеты подлетят в цене настолько, что ему придется еще какое-то энное лишнее количество времени остаться там у себя в Таджикистане. В общем, в любом случае, ребят, как я всегда говорю, время покажет. Но, вы знаете, мне так понравилось, мне стало так смешно, когда Уралочка с сафариком, наперебой, даже не понимая, что просто садятся в очередную лужу своей пятой точкой, начали говорить, вот, они говорили, что он уехал, а он здесь был. А мы так смеялись. Уралочка, да тебе не смеяться надо было, а плакать. Это реально такое позорище. То есть, мы думали, что ты позоришься с этими роликами, потому что ты ни черта в этом не понимаешь, не в состоянии сама самостоятельно выложить ролики на YouTube. Мы-то думали именно по этой причине, что он уехал, поэтому у тебя нет никакой вообще, да, последовательности в роликах. Показываешь, черт знает что, а мне, друзья мои, оказывается, он был на месте. И они вот таким образом просто сливали ролики, пилили контент, черти как. Ну, скажите мне, пожалуйста, как блогер, который не первый день на YouTube, который, заметьте, ведет влоговый канал, может сначала выпустить видео, где ей делают уже, так скажем, вот этот вот синий маникюр, да, а потом впоследствии сливать вот эти вот видосы двух-трехнедельной давности, а потом опять следующие уже свежие видосы. Вот ни один блогер себе, который себя уважает и уважает в первую очередь своего зрителя, никогда не позволит столь халатное отношение к своему YouTube-каналу. Уралочка, напомню, вы не раз с сафариком говорили, что это ваша работа. Так вот, к работе халатно относятся только вот такие вот товарищи, которым, знаете, абсолютно все равно. Но, в принципе, тяп-ляп, а че там, как говорится, да, че да че, тяп-ляп и так сойдет, это девиз по жизни Уралочки. У нее, вы знаете, вот если обратите внимание, да, если постоянно ее смотреть, так скажем, на постоянной, по крайней мере, основе, то заметно сразу, что вот эта вот тяп-ляп, ах, и так сойдет у нее абсолютно во всем. Что вот она готовит, ай, ладно, и так сойдет. Что она там где-то что-то шьет, ай, ладно, и так сойдет. В том числе ее вот эта вот работа на YouTube, ай, ладно, и так сойдет. Поэтому, знаете, они не уважают своего зрителя, распозволяют себе выкладывать видосы 100-летней давности, да, то есть, когда вы сначала выложили что-то свежее, а потом начинаете выкладывать, и вам люди, ваши зрители, ваши же обожатели вам писали на вашем канале, что это за фигня, почему так выходит. И многие уже действительно даже их обожатели подумали о том, что сафарик куда-то уехал. Но нет, оказывается, они сидели на месте, просто ничего не хотели делать ради своего зрителя. Ну что ж, как говорится, в общем, да, в их случае действительно и так сойдет. Далее, ребят, когда задали перво-наперво вопрос, а как же вы познакомились, в этот момент мне опять стало смешно, потому что я уже столько версий слышала о том, когда же они познакомились, да, как это произошло. И, в общем, вы знаете, мне очень понравился ответ Уралочки. Да, действительно, вот не каждая женщина, все-таки Оля отличается очень сильно от многих женщин, от многих девушек, потому что не каждая женщина в состоянии, потеряв своего горячо любимого мужа, с которым она на минуточку прожила практически 20 лет, не каждая женщина тут же понесется на сайт знакомств искать, как она сказала, легкий флирт. Она говорит, я была уверена, что у нас будет исключительно легкий флирт, но, да, с мужчиной моложе себя на 20 практически лет. И вот нашла, она говорит, нашла, и вот мы теперь уже столько лет вместе. Оль, только на сей раз не забудь, пожалуйста, сказать, сколько же вы лет вместе, потому что мы уже слышали и 4 года вместе, и 3 года вместе, и 2 года вместе. В общем, каждый раз показания меняются то в одну, то в другую сторону. Ну, ну, как говорится, там, знаете, не разберешься абсолютно. Далее, 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 вот она как раз-таки рассказала о том, что, значит, он уедет, уедет он на 2 недели, подарочки они собрали, все уже подготовили. И, ну, вот, в принципе, здесь все с ней понятно, абсолютно ясно, да, сказали, что все, все у них замечательно, все у них хорошо. Ну, а далее Олечка начинает рассказывать о том, что, вы знаете, у нее, оказывается, вот она собирает уже документы на свою-таки инвалидность. Не знаю, дадут ей инвалидность или не дадут, но, опять же, ребят, вот эта тема со здоровьем Оле раскрыта абсолютно не полностью, потому что то Уралочка нам рассказывала и кричала, что она здоровехонька, друзья мои, здоровее всех вместе взятых, да, то потом она собирала денюжки себе на лекарства с народа, со своих зрителей. Ну, не мог ей ее заботливый, горячо любимый муж, который о ней так заботится, так заботится, со своего кармана, не мог он ей отдать там тысяч пять на лекарства, поэтому они решили собирать со зрителей. Потом, правда, опять она понеслась, у нее душа в рай, жрать, бегать по салонам красоты, бегать по ярмаркам, ни в чем себе не отказывать и говорить, ну, если очень хочется, то можно. Ну, и вот сейчас опять вот эта вот тема, где Олечка говорит о том, что да-да-да, вот мне, скорее всего, надо будет все-таки собирать вот эти вот справки, необходимые документы и делать себе инвалидность. А вы знаете, а мне очень понравилось, когда она сказала о том, что ее полнота исключительно от болезни. Ну, видимо, Уралочка не в курсе, что когда люди действительно чем-то серьезно болеют, да, столько жрать они не будут, потому что хочешь не хочешь, надо придерживаться хотя бы какой-то диете. Ну, в любом случае, хотя бы подобие диеты соблюдать, хотя бы какие-то, да, продукты исключать, а то, что мы с вами видели, это, конечно, ну, больной человек столько не осилит съесть всего. Да, опять же стали говорить, что нет-нет-нет, вещи, значит, собраны, подарки собраны. И, кстати, ребят, вот я теперь прекрасно понимаю картину тех женщин, которые бегают по обзорным каналам, которые обозревают Уралочку, это которые вот хомяки Уралочки, самые такие активные, самые озлобленные тетки, я понимаю, которые кричат нам с вами про бумеранги, про зависть, а вы завидуете, потому что, знаете, почему я всегда говорю, о зависти кричат исключительно сами большие завистники. И вот как раз-таки Уралкины вот эти вот тетки, они сидят там одинокие абсолютно и написывают Уралочки, да, мы бы тоже хотели, они в чат ей начали писать, что вот какой у нее распрекрасный муж, и вот такого мужа всем бы абсолютно, ну, всем не надо, нас устраивают наши мужья, да, ну, у нас, конечно, не такие прекрасные мужья, наши мужья нам сами покупают и одежду, и обувь, и лекарства, и путешествия оплачивают, да, и на работу ходят, в отличие от некоторых, вот таких нам действительно оставьте их, как говорится, для себя и для своих дочерей, вот взять я вам таких бы, вот взятьев, я бы посмотрела, насколько вы были бы счастливы. Ну, а далее прикол, ребят, опять же, о чем говорит, Уралка постоянно с сафариком кричит, и тут же на этом стриме стали кричать, что вот, мол, кто, значит, нас смотрит, это значит, кто нас обсуждает, это значит, люди, у которых нет своей личной жизни. Уралка, ну, вот я тебе скажу так, ты знаешь, любой блогер, выкладывая свое творчество на YouTube, заинтересован в том, чтобы его смотрели, да, то есть, если бы тебя перестали смотреть, то, как говорится, была бы хана просто вашему YouTube каналу. Здесь любому нормальному, адекватному человеку это абсолютно ясно. Ну, вот что самое интересное, друзья мои, да, вот просто представьте, ну, не выкладывают Уралочка свой контент, что вы будете делать? Я уверена, пойдете и будете смотреть какого-то другого блогера, и потом Уралочка, вот до нее, видимо, с сафариком не доходит, что помимо их на YouTube, вот, допустим, лично я смотрю огромное количество блогеров. У меня, во-первых, на моих трех каналах мне приходится обозревать многих блогеров, да, в том числе и известных публичных медийных лиц, то есть не каких-то там Уралочек, а действительно известных людей, и в том числе звезд шоу-бизнеса, поэтому как-то так, поэтому мне вот, знаете, ни холодно, ни жарко, если завтра Уралочка пропадет с радаров, с YouTube, то я ее точно обозревать не буду и даже вспоминать о ней не буду, и точно так же, я уверена, мои зрители, мы смотрим это, как, знаете, некий сериал, который рано или поздно чем-нибудь в любом случае дозакончится, но Уралочкины зрители, ребята, такое там написали, одна написала, ой, я так переживаю, вдруг сафарик уедет, а вы не сможете выкладывать видео на YouTube, и чем же я буду заниматься в выходные дни, ребята, вы представляете, это насколько надо быть ограниченной, это насколько надо быть одинокой, это насколько надо вообще не иметь никаких, знаете, интересов, увлечений, да, то есть человек вообще никак не развивается, он сидит вот так вот тупо ждет видос Уралочки и не понимает, а вдруг, знаете, вот если Уралочкин видос не выйдет, значит, все на этом, как говорится, жизнь для Уралочкиных хомяков заканчивается, вот теперь полная картина для меня ясна, кто же бегает по обзорным каналам, лично по моему каналу, и рвет тельняшку и пятую точку на груди за Уралочку, написывая о том, что мы им завидуем, я прекрасно понимаю, это вот картина действительно женщин, вот таких, как Уралочка, которые вообще ничем не интересуются, они, скорее всего, даже нигде, возможно, не работают, да, сидят и завидуют этой Уралочке, потому что у них даже такой жизни, которую имеет Уралочка, нет, не было и, наверное, никогда не будет, хотя, вы знаете, я что хочу сказать, я здесь делаю акцент не на одиночестве, потому что для кого-то и одиночество, это большое счастье и есть умные, да, люди, которые, как ни крути, у них есть какие-то свои хобби, какие-то есть увлечения, есть своя жизнь, есть работа, и они счастливы, так скажем, в том своем мире, в котором они живут, я говорю о тех людях, которые вообще ничем не увлекаются, ничем не интересуются, для них вот посмотреть, как Уралочка ест и что она готовит, это просто предел мечтаний, кстати, Уралочка пообещала, что она в любом случае будет снимать, даже без сафарика, она говорит, конечно, готовить себе много я не смогу, потому что много есть не буду, но опять собралась, ребят, не поверить и кормить свою племянницу, мне уже от этого момента, если честно, становится как-то очень даже смешно, то есть опять к ней будет а-ля приходит племянница и все съедать, хотя у племянницы есть муж, у племянницы есть ребенок, но племянница будет приходить, пока сафарика не будет, ну, понятное дело, естественно, это очередное Олечкино вранье. Ну и что ж, друзья мои, переходим к самому, так скажем, интересному. Интересный был вопрос про родителей, вот как раз-таки вот этот вот вопрос про родителей, который был задан сафарику, в очередной раз продемонстрировал любовь Уралочки и сафарика к вранью. Ведь часто они утверждали, уверяли, что ему 44 года, хотя наши все зрители, мои зрители, да, так скажем, зрители обзорных каналов на Уралочку, говорят о том, что нет, ему 34 года, он значительно моложе, да, плюс он сам как бы об этом там в социальных сетях указывал этот момент, но дело не в этом. Вы знаете, дело в том, что когда ему задали вопрос на стриме, когда, какого года родились ваши родители, он впал в ступор, сидит и говорит, у папа там, по-моему, 65 года рождения, а мама 68. Ребят, только вдумайтесь, если его папа 65 года рождения, да, то есть получается, что сейчас на данный момент его папе сколько? Правильно, его папе получается 57 лет. Вы только подумайте, каков пострел, да, то есть в 57 лет ему, а Сафарику 44 года. То есть папе было 13 лет, когда он, значит, сделал это с его 10-летней мамой. Ну и там дошло до такого бреда, что в чате стали писать, вернее, в комментариях под стримом, да что вы думаете, они так же, как цыгане, рожают в 10 лет. Вы бред не несите. Это такой бред самый настоящий, таджики так не рожают. В 10 лет никто не рожает детей. Это уже вообще просто исключение из правил. Ну далее, далее до Сафарика дошло, что он пронес какую-то пургу, что он сдал себя с потрохами, что ему на самом деле не 44 года он доказал, а что ему 34 там или 33 года, да. И он говорит, ой, нет-нет, я забыл. Папе 65, папе 68, а маме 65. Типа, это я возраст назвал. А потом сидит и говорит, да я вообще не знаю, когда у меня мама родилась, какого там числа, какого месяца. Ребят, я просто в шоке. Там не то, что я в шоке, там уралочка на него вот так вот, знаете, посмотрела косо и говорит, боже мой, говорит, как можно не знать день рождения, говорит, своей матери. Говорит, не знаю, у нас не принято отмечать. Боже мой, какое же это вранье. Я не раз уже говорила, что у нас, конечно, есть знакомые, в том числе из Узбекистана, из Таджикистана, да. И я знаю, как часто они туда летают, к себе домой. Здесь они не ведут такой праздный образ жизни, как сафарик. Это здесь все достойные люди, которые работают, работают и работают. И я прекрасно помню, как вот наши знакомые, да, вот маме на день рождения, маме будет день рождения, там отправили, там, денюжки, там, или посылку, там, или еще что-то, да. Папе день рождения, там, братьям, сестрам, всем там что-то обязательно и так далее. Нет, сафарик, это у вас, видимо, у тебя такое отношение. Ребята, только вдумайтесь, на каком уважении к женщине, к матери, которая его родила, может идти речь, когда ему 30 с лишним лет, и он даже ни разу не поинтересовался, даже в блокнот, блин, себе не записал, когда родилась его мать. Это здесь даже Уралочка просто офигела. Представляете, да, то есть о чем это говорит? И, кстати, получается, что и сама Уралочка не знала о том, когда родилась ее свекровь, если он не знает, когда она родилась, его мать, да, что он ее, получается, не поздравлял никогда вовремя, как они ее с днем рождения поздравляли, если сын родной не знает, когда его мать день рождения. Это же вообще просто позорище. О чем это говорит? Это говорит о том, что ему абсолютно все равно на собственную мать. о каком уважении, о какой любви, о какой заботе к посторонней тетке Уралочке, которая его старше практически на 20 лет, может вообще идти речь, когда он свою собственную мать не помнит дату ее рождения. Ребята, это вообще ненормально, да, и не знает, сколько им толком лет, да, то есть тут же соврал, тут соврал, тут перевернулся, тут сказал, ой, нет, это я неправильно сказала. Да любого из нас с вами разбуди, ребенка нашего вот семилетнего, да, разбуди, и скажи, когда день рождения, да, вот любого ребенка, вот любая мать спросит у ребенка, когда у папы с мамой день рождения, семилетние дети нормальные, из нормальных семей, там шестилетние, то скажут, какой день, да, день рождения у родителей, а здесь дядька здоровенный не может запомнить за свои там 34 года, когда день рождения его матери, ребят, и сколько им лет, ой, да это я перепутал, да как можно перепутать, то есть ты, получается, перепутал и матери, перепутал и отца, Ну, все понятно, в принципе, что и требовалось доказать, сколько ему лет на самом деле, 34, то есть у них всего-навсего там получается 18-19 лет разница, в общем, как говорится, спалились в очередной раз, в сафарик на сей раз спалил абсолютно всех, ребят, вот такой у меня получился обзор, пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Ну что ж, всех целую, обнимаю, всем желаю всего самого наилучшего, берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья, ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока.